А как насчет варягов? Если они, как говорят ученые, были скандинавами, то должно быть много скандинавских захоронений в той же Киевщине, столице государства, образованного, по мнению норманистов, викингами. Но здесь вроде ничего подходящего не сыскалось. Взялись за соседнюю область. В XIX веке профессор Самоквасов раскопал в Чернигове за Елецким монастырем кургань, черную могилу, в преданиях, связанную с волшебницей Бусурменкой, провалившейся тут под землю от наперстного креста владыки из монастыря. И Самоквасов нашел любопытные вещи, в том числе бронзового литья из ваяния 4,5 см высотой. Сидит человечек, держится за свой язык, длинный язык. Теперь археологи говорят, это идол бога Тора, который держится за бороду. Мол, в Исландии и Швеции нашли две подобные костяные фигурки. А раз бородач, значит Тор. Наука заключает, в кургане похоронен варяг-скандинав. А если бы погребли его с китайским планшетом, получился бы верный китаец. Сам же Самоквасов отметил, что строение кургана совпадает с греческими погребальными холмами времен Троянской войны. И там лежала византийская монета императора Василия I Македонянина, что относит могилу ко временам, по крайней мере, Вещего Олега. Археологи сделали вывод, здесь был похоронен некий князь, вождь племени. Яко же Арикохампреже ученые не понимают давний смысл слова «племя». В свою очередь, я, не зная, какой точный смысл ученые вкладывают в племя, не могу уяснить, что они хотят сказать любимым своим выражением «союз племен». Полян они называют «союзом племен», а древлян – «племенем». В летописи говорится о «союзе племен»? Нет. С чего ученые так решили? Ну, наверное, они думают по-своему разумея, что племя – небольшое сообщество людей, живет поселком в лесу или в поле, а Киевщина большая. Значит, поселков много, в каждом свое племя, и нужен их союз. Вот, как вы себе это представляете, и какова цель создания союза? Договариваются, взаимно кланятся при встрече, делят пастбище и рыбные места, помогают друг дружке в случае нападения неприятеля. Ученые не задают себе таких вопросов. Они говорят, что союз племен – это объединение племен. Единица – это один. Лады. Что значит объединение? Раньше щи варили отдельно, теперь сообща – все имеет устройство. Как должен быть устроен такой союз? Какие в нем действуют правила для обеспечения этой союзности? Я для рассуждения частично принимаю правила игры ученых. Союз поселений. Не племен, поселений. Надо полагать, что такой союз носит признаки государства. Эти признаки, без которых союзное государство лишено смысла. Общее для подчиненных земель управление, общие вооруженные силы, обложение налогами и тому подобное. Почему бы науке тогда не признать, что непосредственно до времен Киевской Руси существовали областные государства? Ведь и князья их известны. Кий, Хариф и Щек у Полян и Древлян. Потом у Древлян был князь Мау. В летописях ничего не говорится о племенах славян и союзах таких племен. Летописи пишут о народах славянского языка, ветви племени Афета. Название каждого народа согласуется с местом, землями, где живет народ. Поляне, северы, древляне. Земли каждого народа и есть областное государство, подчиненное крупнейшему городу в крае. Сие деление сохранилось поныне. Киевская область со столицей в Киеве, страна и народ Поляне со столицей в Киеве, Черниговская область со столицей в Чернигове, северы со столицей в Чернигове и так далее. Никуда это не делось, только названия и границы отчасти поменялись. Но ученые нам бают, что жили какие-то племена славян или даже союзы племен. И вот варяги, непременно скандинавы, приплывали на своих драккарах и брали дань. Художники, внемляя этому, рисуют однообразные картины. Берег реки Драккары. А как они морские да с килями пристали к берегу? Ладно, суровые викинги приплыли за Данию и вылезли на берег. А там селения, убогие хибары. Запуганные лохматые славяне тащат варягам шкуры, бочки с медом. Или вот киношники показывают, роща березовая, зелена кругом, птички поют. Сидит славянин, лапоть плетет. Тут опять же грозный драккар режет воду выпуклой грудью. Нападение на деревню. Все местные жители благообразные. С длинными волосами под обруч. Викинги же косматые, незнакомые с гребнем, из лоди высыпали и ну по сараям шарит. Сальса шматок, меткуту ясок. И отбирают последний лапоть, чтобы повезти в Византию и там продать. Я не утрирую. Таково общепринятое представление. Ибо известно, что славянские народы платили дань. А поскольку ученые считали, что общественный строй славян был на уровне тумба-юмба, то и картина соответствует. Стоящий у истоков российской исторической науки Август Шлёцер в 1809 году писал. Дикие, грубые, рассеянные славяне начали делаться людьми только благодаря посредству германцев, которым назначено было судьбою рассеять в северо-западном и северо-восточном мире семена просвещения. Кто знает, сколь долго пробыли бы русские славяне в блаженной для получеловека бесчувственности, если бы не были возбуждены от этой бесчувственности нападением норманов. Современные норманисты мало ушли от этого представления, только слова другие, не так прямо. Хорошо, одни платили дань, другие собирали дань. Как происходил сбор дани? КОНЕЦ